Сколь велико право родителей, когда Аллах связал право поклоняться Ему с обязанностью хорошо относиться к родителям. Мать, сколь долго вынашивала тебя, как трудно рожала. Многие женщины говорят, что я почти умерла, пока родила. Она видела смерть своими глазами, но когда она повернулась и увидела тебя, то она забыла о всех бедах, о всех печалях. Она связала с тобой все свои надежды, она кормила тебя, ухаживала за тобой. Отец всю жизнь защищал тебя. Отец уходил утром, рано-рано, когда еще, быть может, не расцвело, и возвращался очень поздно в поисках удела для тебя. Отец расходовал свое имущество не на свое удовольствие, ради того, чтобы у тебя все было, чтобы ты был сыт, одет, чтобы у тебя была учеба. Таковы твои родители, о мусульманин, слава Всевышнего Аллаха. Благодарить меня и твоих родителей. Тот же, кто благодарит только Аллаха, но не благодарит собственных родителей, то он не должным образом не благодарит Аллаха. Хвала Единому Аллаху, кроме которого никто не заслуживает поклонения, мир и благословение его пророку Мухаммаду, его семье, всем его сподвижникам и тем, кто последовали по его верному пути вплоть до Судного дня. Хвала Аллаху, которого мы восхваляем. Поистине мы просим у него убежища от зла наших душ. Кого Аллах поведет прямым путем, того никто не собьет. И того, кого сбил Аллах с верного пути, того никто не наставит. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Единого Аллаха. И я свидетельствую, что Мухаммад, его раб и посланник. Вот те, которые уверовали, бойтесь Аллаха должным образом. И не умирайте не иначе, как будучи мусульманами. Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из единой души. А затем создал для этой души пару из нее же самой. И расселил множество мужчин и женщин. Бойтесь Аллаха, именем которого вы спрашиваете права друг друга. И бойтесь разрывать родственные связи. Поистине, Аллах наблюдает за вами. О, те, которые уверовали, бойтесь Аллаха. И говорите правдивое слово. Если вы будете поступать таким образом, то Аллах простит вам ваши грехи, исправит ваши поступки. И тот, кто повиновался Аллаху, его посланнику, уже обрел великий успех. А затем, уважаемые мусульмане, сколько много было сказано про сегодняшний вопрос, о котором мы будем говорить с вами. Но ни одна хутба, ни один урок не способен в должной мере осветить важность этого вопроса. Благочестивое отношение к родителям. Да, дорогие мусульмане. Благочестивое отношение к родителям является неотъемлемой частью ислама, нашей религии. Но все ли мы до конца понимаем смысл этого слова? Каждый ли из нас должным образом применяет это в своей жизни? Либо же есть какие-то недостатки, недочеты? Конечно же, они есть. Именно поэтому сегодняшняя наша тема – это благочестивое отношение к родителям. Человек так создан, что он хочет отблагодарить тех, кто сделал ему добро. Начиная с самого малого возраста. Если ребенку подарили конфету, он уже говорит «дядя хороший». В более позднем возрасте, если подростку делаешь какое-то благодеяние, он помнит это. И в зрелом возрасте тем более. Признаком разумного человека, который понял эту жизнь правильным образом, является то, что он благодарит за добро добром. Он не забывает добро. Поэтому самое большое добро из всех людей, которые живут сейчас на этом свете, которые нам оказали в этой жизни, это наши родители. Вне зависимости от их вероисповедания. Потому что право родительства – это одно право, а право ислама – это второе право. Поэтому, если ваши родители не являются мусульманами, они все равно остаются вашими родителями. И у них все равно есть права, которые им даровал Всевышний Аллах. И у вас есть обязанности, которые вы должны исполнять. Если же ваши родители являются мусульманами, то они вдвойне имеют право на вас. Прошу обратить на это внимание. Всевышний Аллах в Священном Куране упомянул обязанность поклоняться Ему и обязанность быть благодарными собственным родителям. Аллах говорит Что означает – поклоняйтесь Единому Аллаху и никому другому, и ничему другому. И к родителям относитесь хорошо. Сколь велико право родителей, когда Аллах связал право поклоняться Ему, или же обязанность поклоняться Ему, с обязанностью хорошо относиться к родителям. Всевышний Аллах оказал нам среди многих милостей две милости. И также наши родители после Всевышнего Аллаха оказали нам две милости. Две милости, которые нам оказал Аллах – это милость создания и сотворения. Аллах создал нас, сотворил, соразмерил. А наши родители по воле Аллаха родили нас и должным образом воспитали. Сообщается от Ибн Аббаса, толкователя Кур'ана, сподвижника, да будет довольным Аллах. Что он сказал? Три аята в книге Аллаха неизменно связаны с тремя другими вещами. Первый аят. И подчиняйтесь Аллаху, и подчиняйтесь Посланнику. И далее Ибн Аббас говорит. Тот, кто подчиняется только Аллаху, но не подчиняется Посланнику, то от него не будет принято. Второй аят. И выстаивайте молитву, и выплачивайте закат. И далее Ибн Аббас говорит. Тот, кто просто выстаивает молитву, но не выплачивает закат, то молитва не будет принята от него. И далее, третий. Слава Всевышнего Аллаха. Благодарить меня и твоих родителей. Тот же, кто благодарит только Аллаха, но не благодарит собственных родителей, то он не должным образом не благодарит Аллаха. Обратите на это внимание. Поэтому довольство Аллаха заключается в довольстве родителей, а гнев Аллаха заключается в гневе родителей. Сколь велико благодеяние, которое оказали нам наши родители. Вспомните, когда вы были молодыми, вы были маленькими, сколько глупостей вы делали, и все эти глупости терпели ваша мама и ваш папа. Поэтому мы должны говорить, обращаясь в дуа к Аллаху. Раббир хамгума, кама раббая не сагира. О, Аллах, помилуй их. Так же, как они были милосердны ко мне, когда я был маленький. Мать, мать сколь долго вынашивала тебя. Как трудно рожала. Многие женщины говорят, что я почти умерла, пока родила тебя. Она видела смерть своими глазами. Но когда она повернулась и увидела тебя, то она забыла о всех бедах, о всех печалях. Она связала с тобой все свои надежды. Она кормила тебя, ухаживала за тобой. Меняла подгузники, кормила грудью. Она не доедала, чтобы ты был сыт. И она не досыпала, чтобы ты спал. Когда ты был рядом с ней, когда она прижимала тебя к себе, и ты был маленький, ты думал, что вот оно, все добро. Большего добра не может быть. Отец. Отец всю жизнь защищал тебя. Отец уходил утром, рано-рано, когда еще, быть может, не рассвело. И возвращался очень поздно. В поисках удела для тебя. Отец расходовал свое имущество не на свое удовольствие, а ради того, чтобы у тебя все было. Чтобы ты был сыт, одет. Чтобы у тебя была учеба. Отец воспитывал тебя. А ты радовался, когда находился в его присутствии. Когда смотрел на него, ты улыбался. Таковы твои родители, о мусульманин. Так почему же сейчас, когда ты встал на ноги, ты раскрыл свои крылья, у тебя появился бизнес, ты считаешь, что ты образованный, ты забываешь о своих родителях, когда они живы или же когда их нет в живых. Почему же ты иногда груб с ними? Почему ты самый лучший собеседник для своих, сверстников, для своих друзей, для своих каких-то ненужных однокурсников, для своих мимолетных товарищей? Но ты самый худший собеседник для своих родителей. Отец, я позже перезвоню. Мама, меня сейчас занят. Мама, я не приеду на этот праздник в гости, у меня дела. Почему, когда родители тратили последнее имущество на тебя, ты сейчас забываешь о том, что они стареют, о том, что они нуждаются, быть может, в каких-то лекарствах, в каких-то сладостях, в каких-то фруктах. Они такие же люди, только более достойные всего того, что у тебя есть. Однажды к посланнику Аллаха, салаллаху алейкум, пришел человек и сказал, «Я хочу присягнуть тебе на то, что я переселюсь ради Аллаха вместе с тобой, и я буду участвовать в сражении на пути Аллаха вместе с тобой. При этом я желаю только награды от Аллаха». И посланник Аллаха, салаллаху алейкум, сказал, «Жив ли кто-то из твоих родителей?» На что человек сказал, «Да, оба они живы». И тогда пророк, мир ему, благословение Аллаха, уточнил, «Ты на самом деле желаешь награды от Аллаха?» И человек сказал, «Да». Тогда пророк, салаллаху алейкум, сказал, «Фарджи'й ля валидейк, фаахсин сухбатахума». Тогда вернись к своим родителям и самым лучшим образом сопровождая их по жизни. Будь рядом с ними. В другом хадисе говорится, что человек пришел к посланнику Аллаха, салаллаху алейкум, с подобной просьбой. Хотел поддержать его в трудную минуту. И тогда пророк, салаллаху алейкум, сказал, «Аля ка валидан?» «Если у тебя родители?» Тогда человек сказал, «Да». На что пророк, мир ему, ответил, «Ильзамхума, фаинна лжанната тахта агадамихима». Тогда будь рядом с ними. Помогаем, содержи их, будь рядом с ними, поддерживай их. Ибо поистине рай находится у их ног, у ног матери, у ног отца. Однажды к пророку, мир ему, благословение Аллаха, пришел человек и сказал, что его отец претендует на какое-то имущество, либо не хочет возвращать взятый у него долг. И тогда пророк, мир ему, остановил человека и сказал, «Эн теламалюк алиабик, и ты, и твое имущество, все это принадлежите твоему отцу». И ученые, комментируя этот хадис, говорят, если отец взял в долг у своего сына, он может не отдавать этот долг. Если отцу какое-то имущество нужно, и он взял у своего сына или дочери, то, по сути, это является его имуществом. При этом родителям не нужно злоупотреблять этим правом. Но все же в основе так оно и есть. Потому что пророк, мир ему, сказал, «Эн теламалюка алиабик». Оберегай своих родителей так же, как они оберегали тебя, когда ты был маленький. Не говори с ними сурово или грубо. И огради их от всего того, что может вызвать их гнев или печаль. Аллах говорит в Коране, запрещая нам говорить даже маленькое слово «уф». «Фалатакуллахума уф» «Уалатинхархума» «И не говори им даже «уф».» Самое маленькое слово, которое, быть может, никого не обидит из нас, но сильно ранит наших родителей, если они услышат это от нас. Веди себя с ними скромно, милосердно, сочувствуй, слушайся в благом, в том, что не противоречит религии Аллаха. Будь воспитанным, потому что твои родители стареют. Ты растешь, становишься на ноги, а они, наоборот, стареют. Они положили все свое здоровье, все свои силы, когда растили тебя, мусульманин. И теперь, отдав все самое лучшее, все самые лучшие соки, они становятся стариками. Рано или поздно. Они вложили в тебя все самое лучшее, чтобы ты стал достойным человеком. Давайте поразмыслим над словами Всевышнего Аллаха, который сказал, если же кто-то из них, из родителей, у тебя достигнет преклонного возраста, то и дальше Аллах объясняет, как к ним нужно хорошо относиться. Обратите внимание на слово «индака», то есть «у тебя». Толкователи Кур'ана говорят, это не просто так. Аллах не просто сказал, что если твои родители достигнут преклонного возраста, но Он сказал, если у тебя кто-то из твоих родителей, или оба, у тебя, это значит сейчас, сегодня, здесь и сейчас они нуждаются в тебе. Их роль постепенно заканчивается. Они отжили свое, отдали лучшее тебе. И сейчас наступает твой этап, твой период, твоя роль быть почтительным, быть благодетельным к своим родителям. Все в жизни повторяется по воле Аллаха, по кругу. Однажды к Омару пришел человек и сказал, у меня есть мать, она уже настолько стара, что ничего не может сделать. Только если я беру на спину, ношу за собой, только так она может передвигаться, делать свои дела. Скажи, Омар, отблагодарил ли я свою мать сполна за то, что она сделала для меня раньше? И тогда Омар сказал, нет, ты не отблагодарил свою мать. Знаешь почему? Потому что она заботилась о тебе и хотела, чтобы ты жил. А ты заботишься о ней и хочешь, чтобы она поскорее отстала от тебя. В этом и разница. Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы даровал нам мудрость, терпение по отношению к нашим родителям и простил нам все наши грехи и упущения. Посланник Аллаха, Беремое благословение Аллаха, сказал, что означает, высшее проявление почтительности к своим родителям заключается в том, чтобы человек поддерживал связи с теми, кого любил его отец. Естественно, это после смерти отца. Однажды человек пришел к посланнику Аллаха, саламу, и к нему пришел человек из племени Бану Саляма и спросил у посланника Аллаха, могу ли я каким-то образом проявить почтительность по отношению к моим родителям и после их смерти? На что пророк Салам сказал, да. Если ты будешь, первое, молиться за них, то есть обращаться к Аллаху в дуа за своих родителей, которые умерли мусульманами, просить у Аллаха прощения для них. Третье, выполнять их обещания после смерти. Четвертое, поддерживать родственные связи с людьми, с которыми ты связан через своих родителей. И пятое, оказывать уважение их друзьям. Мусульмане, помните, что благочестивое отношение к родителям по воле Аллаха продлевает срок жизни, как об этом говорится в Сунне, увеличивает риск, увеличивает удел. И оно показывает должный пример вашим детям, потому что завтра вы поменяетесь местами. И из сильных, твердо стоящих на ногах мужчин вы превратитесь так же в стариков, как в свое время превратились ваши родители. Поэтому то, как сегодня вы относитесь к своим родителям, завтра вернется к вам в виде отношения ваших детей к вам. Говорят мудрые люди, что Всевышний Аллах ускоряет смерть, погибель человека, если он непочтительен к своим родителям, дабы скорее наказать его. И Всевышний Аллах продлевает жизнь человека, когда он благочестив к своим родителям, для того, чтобы увеличить его награду и дать ему возможность заработать больше благодеяний. Прошу Всевышнего Аллаха просить всех нас и наших родителей. Прошу Всевышнего Аллаха даровать нам терпение, мудрость и следование Курану и Сунне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова